На небе, на земле с тобой я буду Твой дух наполнил жизнь мою Вложил меня в мечту идти по слову 1-2 Вложил меня в мечту идти по слову Мой дух, твой свет горит во мне На небе, на земле с тобой я буду Твой дух наполнил жизнь мою Вложил меня в мечту идти по слову твоему За тобой пойду Я за тобой пойду По слову твою духу За тобой пойду Я за тобой пойду Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Прославлю имя Твое Субтитры подогнал «Симон» 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 твое моих сил не станет и час придет вознестись к нему душа моя будет громко славе на небе вечно буди т.д. вас пою сей душой Всей душой Прослаблю имя Твое Буду петь, как никогда Всей душой Прослаблю имя Твое Паспою всей душой Всей душой Прослаблю имя Твое Буду петь, как никогда Всей душой Прослаблю имя Твое Прослаблю имя Твое Прослаблю имя Твое Прославляю Тебе Ты достоин славы Моя душа, мое сердце И все моя сущность Они славят Тебя, Господь Я воспою Тебе хвалу Он достоин славы Прослаблю имя Твое Прослаблю имя Твое Спасибо Тебе за то, что мы Твои дети, Господи Аллилуйя Отец, мы знаем, кто мы в Тебе Кто же я, что Всевышний Царь Меня призвал Я блуждал, но любовь Твоя Меня нашла О, меня нашла Да свободу мне Иисус навек Я Твое Дитя Знаю я Я свободен искупленный, о милости Был я в рабстве греха, но Ты жизнью заплати за мои грехи Да свободу мне Иисус навек Я Твое Дитя Знаю я Кто мне есть всегда Место для меня Я Твое Дитя Знаю я Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в Тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в Тебе Богом избран не оставлен Я знаю, кто я в Тебе Твоим другом был я назван Я знаю, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе По свободу мне Иисус навек Я Твое Дитя Я Твое Дитя Я знаю, кто я в Тебе Я знаю, кто я в Тебе Место для меня Я Твое Дитя Я знаю, кто я в Тебе 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 Богом избран не оставлен, Я знаю, кто я в Тебе. Твоим другом был я назван, Я знаю, кто... Церковь, провозглашай, Богом избран! Богом избран не оставлен! Пой, я знаю, кто я в Тебе! Твоим другом был я назван! Я знаю, кто я в Тебе! Все вместе Богом избран! Богом избран не оставлен! Я знаю, кто я в Тебе! Твоим другом был я назван! Я знаю, кто я в Тебе! Богом избран не оставлен! Я знаю, кто я в Тебе! Твоим другом был я назван! Я знаю, кто я в Тебе! Кто я знаю, кто я в Тебе! Кто я знаю, кто я в Тебе! 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 И здесь Господь! Аллилуйя! Присутствие Божье во мне! Присутствие Божье во мне! Присутствие Божье во мне! Во мне! Иисус! Иисус! Присутствие Божье во мне! Иисус! Иисус! Присутствие Божье во мне! Иисус! 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 Присутствие Божье во мне! Иисус! 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 Утешитель, мой Иисус Господь, присутствие Твое, присутствие Божьим во мне. Присутствие Твое, присутствие Божьим во мне, наш Иисус, О, Иисус, Иисус. Присутствие Божьим во мне, Иисус, Иисус. Присутствие Божьим во мне, Иисус, Иисус. Присутствие Божьим во мне, присутствие Твое во мне, во мне. Присутствие Божьим во мне. И второе место с Нового Завета. 22 глава книга Исход с 29 стиха. «Немедли приносить мне начатки из гумна Твоего и отточила Твоего, отдавай мне первенца и сынов Твоих. То же делай с волом Твоим и завцою Твоею. Семь дней пусть они будут при матери своей, а восьмой день отдай их мне, и будете у меня людьми святыми». Израильский народ, когда шел в обетронную землю, он проходил великую школу. И Бог там в пустыне учил израильский народ, как правильно жить. И одним из аспектов это была жертвенность. И Бог на это смотрел очень, как бы сказать, пристально. И хотел, чтобы народ израильский, идя в обетронную землю, где течет молоко и мед, не забыли о Боге и жертвовали Ему. И за это он обещает и говорит, и будете у меня людьми святыми. Оказывается, без жертвенности люди не могут быть святыми. Будете у меня людьми святыми, если будете жертвовать. Что говорит нам Новый Завет? Четвертая глава с пятнадцатого стиха. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благоуствования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас, одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и избыточествую. Я доволен, получил от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Слышите, как апостол Павел называет нашу жертвенность. Это как благовонное курение, жертва приятная, благоугодная Богу. И дальше он, если в Ветхом Завете «Вы будете моим народом», Бог говорил, а здесь он, апостол Павел говорит, что «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему к славе Христом Иисусом, Богу же и Отцу вашему, нашему, слава во веки веков». Я думаю, из этих двух мест мы очень хорошо поняли, насколько связана жертвенность наша с нашим служением, и насколько мы можем быть бедными христианами, если мы не делаем жертвенности. И вы помните, что сказано, когда Господь придет и отделит одних по правую, других по левую сторону, то там сказано, что вы не накормили голодного, не посетили больного, не приняли странника, не одели нагого. Все эти факторы говорят о том, что это нужна была жертвенность. И человек должен быть, верующий должен был усмотреть эти нужды, чтобы пожертвовать. И когда люди задали вопрос, Господи, когда мы видели Тебя таким, если сделали одному из меньших сих, сделали мне, а если не сделали, другая часть людей сказано, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Поэтому, братья и сестры, я хочу еще раз подчеркнуть, что наша жертвенность непосредственно связана с нашим служением, и я не побоюсь сказать того, что мы, даже трудно нас назвать христианами, если мы не жертвуем для Господа. Поэтому, да благослови Господь и поможет нам жертвовать во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы вы все вместе пели этот псалом. Хор будет петь, но я вас тоже хочу, чтобы вы были слышны. Иисуса Христа. Хочу слышать беден ангелов кофе, поющих Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, всемогущий, святый Бог, Кто достоин нету Бога, всемогущий, святый Бог. Хочу быть так близко, близко к Тебе, Там, где лишь свет, и нет места в Тебе. Хочу видеть мертвых, живыми опять, поющих Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, всемогущий, святый Бог, Кто достоин нету Бога, всемогущий, святый Бог. Ты святый Бог, ты святый Бог. Время трепещут горы, и враг, и смерть бежит. Бог спасения моего, ты скала ищи. Нет никого на свете, кто устоять без Бога. Перед Твоей славой всемогущий, святый Бог. Святый Бог, святый Бог, святый Бог. Аллилуйя, Аллилуйя, всемогущий, святый Бог. Кто достоин нету Бога, всемогущий, святый Бог. Святый Бог, святый Бог, святый Бог. Святый Бог, святый Бог. Время трепещут горы, и враг, и смерть бежит. Бог спасения моего, ты скала ищи. Нет никого на свете, кто устоять без Бога. Перед Твоей славой всемогущий, святый Бог. Святый Бог, святый Бог, святый Бог. Святый Бог, святый Бог, святый Бог. Святый Бог, святый Бог. Аллилуйя, Аллилуйя, всемогущий, святый Бог. Святый Бог, святый Бог. Святый Бог, святый Бог. Славьи Бог, славьи Бог Славьи Бог Славьи Бог Буду я внимать и слушать нежный голос твой Мне так нужно, чтоб ты был моей дорогой Был моей судьбой, а также все во всем Господь Иисус, без тебя весь этот мир мне безразличен Там, где ты, мое жилище Иисус, лишь с тобою каждым наслажусь моментом Иисус, ты совершенство А когда проснусь, видя мир мой новый Я моментом каждым наслаждаюсь в этом дне Я иду вперёд, затаив дыханье, Видя красоту Христа во всём, что дал ты мне. Мне так нужно, чтоб ты был моей дорогой, Был моей судьбой, а также всё во всём Господь. Иисус, без Тебя весь этот мир не безразличен, Там, где Ты — моё жилище. Иисус, лишь с Тобою каждым наслажусь моментом, Иисус, Ты — совершенство. Буду домырять, по твоему пути идя, И своё утро начиная, ссор на голдовку устремляя, Не поворачивать назад. Иисус, без Тебя весь этот мир не безразличен, Там, где Ты — моё жилище. Иисус, без Тобою каждым наслажусь моментом, Иисус, без Тебя. Иисус, без Совершенства. Лишь Тобою наслажусь risks Иисус, без Совершенства Слава Иисусу! Приветствую вас, друзья! Какое прекрасное прославление! Благодарю! Иисус, буду доверять тебе! Слава Ему! Друзья, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Как хорошо, что мы все здесь сегодня собрались вместе, не правда ли? Мы здесь все такие разные. Но Бог нас такими разными однажды приблизил нас к Себе. Однажды Он оправдал нас, возлюбил еще прежде. Аминь! И Он однажды, знаете, посадит нас рядом с Собою, на Своем престоле, рядом с Отцом. Я благодарю Бога, что Он еще сегодня Своим Словом трудится в нашем сердце, в наших сердцах и меняет наше мышление, меняет нашу внутренность, меняет наши жизни и наши судьбы. Устрояется наша семья, восстанавливается наше отношение, дети приближаются к своим родителям. И я хочу напомнить всем о том, что написано в последней главе Старого Завета. Давайте мы это откроем. Я попробую здесь управлять этими технологиями. Спасибо, Медиатим. Знаете, что написано? В Малахии, последней главе, 4 глава, 5 и 6 стих. «Вот я пошлю вам, Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Истина, Слово Божие, оно не только открывает нам суть вещей и не только обличает, но истина меняет ситуацию. Поэтому Бог никогда не страшится говорить истину. Мудрые люди, они всегда ищут истину. Им нравится истина, потому что они понимают, что истина обязательно произведет какую-то работу. Давид говорил, «Я, Господи, жажду судов Твоих», потому что он понимал, что эти суды чего-то его научают. Я хочу сегодня говорить об одной очень интересной добродетель, который приводит нас к славе. Этот добродетель приводит нас к власти. Этот добродетель приводит нас к благословениям, открывает нам Божию благодать. И эта благодетель, знаете, она какая-то непопулярная в мире. В мире популярны другие вещи. Этот добродетель непопулярно, и это неудивительно. В мире ценится совсем другое. Как раз то, что прямо пропорционально этой добродетели. И Библия говорит, что то, что высоко у людей, то... Даже не хочу сказать такое слово. Мерзость в глазах Божьих. Да? Но что расстраивает больше всего сердце Бога, знаете что? Что это благодетель непопулярно даже среди своих же избранных. Это добродетель называется послушание. Послушание. Скажите послушание. Вы когда-нибудь задумывались, почему нам так трудно повиноваться? Вы когда-нибудь думали, почему это так у нас сердце сжимается? И нам так трудно послушаться. Особенно, когда это касается меня. Знаете, когда это касается кого-нибудь другого, то мы об этом можем легко слушать, и это легко принимается. И я хочу напомнить, что вот это непослушание ко мне пришло от Адама. В книге Бытия написано следующее во второй главе, 16-17 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а вот от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И вот за этим непослушанием, знаете, кто стоял? Стоял сам дьявол. Он есть самый первый, который сбунтовался. Он есть первый из непослушных. Об этом говорится в Писании. И я вот прочту Исайя, 14-я глава. Написано, что «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». Дальше, 12-й. «Как упал ты с неба, десница сын зари, разбился о землю, попирающий народы, оговорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе, сомне богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». В Изакиле также написано, я буду выборочно читать, здесь описывается история дьявола. «Вознеслось сердце твое, и ты говоришь, я Бог, в оседающий, на седалище Божьем, в сердце морей, ставишь ум твой наравне с умом Божьим. Ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим. Вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, от красоты твоей возгордело сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я, Бог, поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Здесь описывается краткая история дьявола, и Библия говорит, что он занимал очень высокую позицию у Бога. Был херувимом осенящим. Необыкновенной красоты, друзья, венец красоты написано. Дьявол оболдал великою мудростью. Был умным. И имея большое положение, он возомнил о себе, что он как Бог. Что у меня ум ничем не меньше, чем ум у Бога. Дьявол, кто есть дьявол? Он есть творение. Бог есть творец. Вот творение возомнило, что оно такое же умное, как и творец. Творение сказало в сердце своем. Как он сказал? Он сказал громко или тихо? Он сказал в сердце своем. А говорил в сердце своем, написано, «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонне богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Дьявол не желал покориться Богу, признать Его власть, авторитет, признавать Его как Творца, как Создателя возгордился. И за это Бог его низверг в самый ад. Глубины преисподней написано. Друзья, за непослушанием стоит что? Гордость. Гордость. Он возгордился инициатором послушания дьявол. Он есть тот, который привел Адама с Евой к непослушанию. Он сказал в книге «Бытие», третья глава. Попробую найти здесь. «Бытие», третья глава. «И сказал, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло». Как раз вот здесь вот дьявол предложил им что? Сделать то же самое, что и сделал и он. Первое, не послушаться тому, что Бог сказал, и вы будете как Боги. За непослушанием первых людей стоял сам дьявол, друзья. Это он толкнул их на непослушание, и они упали. И Бог выгнал их из-за демского сада. и написано, что Бог поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. То есть, этим Бог закрыл им путь в рай. Это результат непослушания. Не правда ли? Сегодня мир не одобряет послушание. В мире непопулярно. И сегодня как тогда оставят такие же умные варианты, чтобы ты усомнился в Божьем Слове, чтобы ты поставил под вопрос и не верил, и не был послушен Словом Божьим. Сегодня это не только непопулярно, сегодня это добродетель не ценится. Божественные принципы совершенно отличительны от принципов этого мира. И когда мир демонстрирует свою силу, он думает, что это сильно, что это круто. Я ему покажу, я ему дам, я его заломал. Это то, чем хвалится мир. Христианин хвалится чем? Слава Богу, я ушел от конфликта. Слава Богу, я ушел от драки. Слава Богу, я ушел от неприятностей. В мире ценятся люди гордые, наглые, напыщенные. У Бога ценятся люди смиренные и послушные. В Советском Союзе нас учили, помните, был такой лозунг, «Человек, это звучит гордо». Написано, Бог гордым противится. Даже не осознавали, отчего такие сложности. Написано также, в притчах долготерпеливые лучше храброго и владеющие собою лучше завоевателя города. В мире ценятся люди смелые, сильные, гордые. У Бога ценятся люди волевые, смиренные и послушные. Иисус, пример, Он пришел на эту землю, Он был сам Бог. Он был равен Богу. Писание пишет, что Он не почитал хищением быть равным Богу. То есть, Бог Отец и Сын, они по своей природе равны. Но Иисус показал божественный принцип. Он сам Себя смирил и был послушен Богу. Как долго? Написано, до смерти. И смерти крестной. Его сила, Его власть в смирении перед Отцом. Знаете, кто такой сильный? Сильный это не тот, который может кого-то сломить. Сильный не тот, который может смирить кого-то. сильный не тот, который может покорить кого-то. Сильный это тот, который может покорить самого себя. Покорить и смирить самого себя. Вот это сильный человек. Поэтому Божьи принципы сильно отличаются от принципов этого мира. По Божьим принципам это сильный. Знаете, по Божьим принципам послушный человек – это сильный человек. Это человек, который может смирить себя. Сильный человек – это тот, который может сдерживать свою силу, сдерживать свои эмоции. В миру сильный человек, который дает волю своим эмоциям и желаниям. У Бога сильный человек – это тот, который умеет удержать свою волю и заставлять себя, и делать то, что нужно делать, это у Бога сильный человек. Аминь, друзья! Послушание – это не только то, что ценит Бог, это то, что принесет много благословений в нашу жизнь. Об Иисусе написано в послании к евреям. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушаниями. Страданиями – навык послушанию, то есть привык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного». Вот этот момент послушания, когда Иисус должен был принести себя в жертву, зайти на крест и пострадать за нас, умереть за весь народ человеческий. И вот это, вся его жизнь, 33 года, это была подготовка к этому моменту. Что его формировало? Что его формировало, друзья? «Однако, страданиями – навык к послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Послушание. Скажите, как выполнить волю Отца без послушания? Послушание нужно хотя бы практиковать каждый день, хотя бы тренироваться. В тот момент, когда это послушание тебе нужно будет, ты не сможешь его применить. Если возрастая, ты его не применяешь. Когда придет момент, ты не сможешь его использовать. Так вот, что пишет Писание. Когда человек рождается на земле, в семье, Бог дал заповедь детям. Какую? Простую заповедь. «Повинуйтесь своим родителям». Боже! Зачем? Знаете, какая проблема возникает у детей? Почему они непослушны? Мы читали вначале. Потому что они думают, что они знают столько, сколько знает и папа. Потому что они думают, что они знают столько, сколько знает и мама. А может быть, даже и больше. Вы не припоминаете, от кого эти мысли приходят? Вы помните, кто первый возомнил о себе? Что он знает столько, сколько знает и папа. Кто первый? Тиао. Пойми, дорогой человек, юный человек, поймите, дорогие девушки, как только вас посещают такие мысли, что вы знаете больше, чем папа, вы должны понимать, откуда они приходят. Это не значит, что вы не должны хорошо учиться. Когда вы допускаете в сердце своем такие мысли, это превозношение над родителями. Это приведет вас к непослушанию. Диао первый, который сказал, что у меня столько ума, сколько у папы. Сколько у Бога. Творение сказала, я знаю столько, сколько знает Творец. Гордость. Вот когда такие мысли посещают тебя, ты должен обязательно задать себе вопрос, откуда они приходят. Когда дети говорят, папа, что ты знаешь? Я учу прикладную физику, я уже сдал АП по высшей математике, я уже АП семинар сдал, я уже, папа, умнее тебя, ты, может быть, еще английский не знаешь и писать не умеешь. И много чего другого ты, папа, не знаешь. Папа, что ты знаешь? Когда ты задаешь своем сердце такие мысли, я хочу тебе сказать, что вот именно здесь начинаются большие проблемы для тебя же самого непослушания. И эти мысли обязательно приведут тебя к непослушанию. Не так ли? Ты знаешь, я это работаю. Это работа дьявола. И ты знаешь, почему он это делает? Чтоб ты не состоялся, чтоб ты не был успешным, чтоб ты никогда не возрос в мужа совершенного, чтоб ты никогда не стал настоящим мужчиной, чтоб ты никогда не стал настоящей женой. он это делает с таким корпусом. И когда придет момент, он обязательно приходит в нашей жизни, чтобы усомнить, чтобы проявить непослушание. не вырабатывается каждый день, мы не сможем использовать это послушание в нашей жизни. Послушание это то, что формирует нас, как характер, как человека, как полноценного. Послушание также заложено большое богатство Божие. есть много вещей, которые приносят благословение в нашу жизнь через послушание. Друзья, послушание это здорово. Есть много вещей, которые приносят благословение в нашу жизнь и это есть послушание. Я маленький, мне много чего хочется и не хочется. Вот я для того и поставил над тобой родителях, чтобы они могли управлять твоими желаниями. Они помогут контролировать твои эмоции. Они могут направить тебя на правильный путь. Бог обязал родителей к этому. Они помогут тебе обуздывать свою лень. Они смогут тебе сделать правильное расписание. Сколько времени ты должен проводить на айпаде? Сколько времени ты должен делать уроки? Что ты еще должен делать вокруг дома? И быть послушным во всем. И переступать через вот это не хочу. Вы понимаете, о чем я говорю? Если ты будешь слушаться родителей своих, ты сможешь удержать себя, ты сможешь послушание управлять своим телом, воспитывать себя, воспитывать свою волю, свои чувства и воспитывать себя, держать свой гнев. Аминь. Родители, если я не слушаю своих родителей, я не формирую правильно свою волю. И проходит мое детство, проходит юность, и я становлюсь мужчиной, но я не сформировался как мужчина. Как тот мужчина, который Бог видит. Знаете, в чем причина? Я был непослушный. И потому, что я игнорировал это большое богатство, благословение. Бог мне не сформировал как человека. Вот такая история из Библии. Однажды Бог послал Иеремия в дом сынов Иоаннадава. Это написано в 35 главе, когда слово было к Иеремии, и он должен был привезти в дом Господень сынов Иоаннадава. И Бог сказал, чтобы он шел в дом Риховитов и поговорил с ними. И привел их в дом Господень и отвел их в определенную комнату этих братьев всех и сыновей, весь дом Риховитов. И знаете, что Бог сказал им Иеремии сделать тогда? Он поставил стража у входа также, и поставил перед сынами дом Риховитов полные чаши вина и стаканы и сказал им пейте вино. Но они сказали, что мы вина не пьем. Помните это место, да? Потому что Иоаннадав сын Рихава отец наш дал нам заповедь сказав не пейте вина ни вы ни дети ваши вовеки. Ну и дальше там есть много чего отец тоже им заповедовал. И они послушались голоса Иоаннадава и то, что отец завещал им не пить вина во все дни. Мы жены наши, сыновья и дочери наши. И во всем слушаемся, там написано еще, что делаем все, что заповедовал нам Иоаннадав отец наш. На первый взгляд думается, какая глупость. Это вещи, которые не имеют никакого значения. Это вещи, которые вообще закон не запрещал этого. Это просто отец сказал, отец уже умер, отца уже давно нет. Зачем все это нужно исполнять? Потому что папа авторитет. И смотрите, как работают законы Божии. Мы это прочтем с вами. Я здесь это не вижу, к сожалению, но это написано в Иеремии 35 глава 18 стих. А дому Рихобитов сказал Иеремия, так говорит Господь Бог Савуалов, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещание Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступайте, как он завещал вам, за то, как говорит Господь Савуалов, Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава, сына Рихавова, муж, предстоящий предлицом Мои во все дни. Друзья, многие вещи мы не понимаем, многие Божии тайны и благословения просто закрыты для некоторых людей, живущих на земле. Царство Божие имеет определенные тайны. Царство Божие имеет определенные секреты. Эти тайны открываются кому? Боящимся Его. Царство Божие имеет тайны. Написано, тайна Господня, боящимся Его, и завет Свой Он открывает им. Послушайте, что формирует меня? Представьте себе Иисус, Он был Бог, Он Себя покорил и покорил Себя Своей Маме. Мама может быть вообще, слушайте, она была может быть неграмотной, я не знаю, может она и писать не умела. Иисус был намного умнее мамы. И Он покорил Себя. И Бибель говорит, что Он вырастал в послушании у своих родителей. В послушании у своих родителей. Библия говорит, что страданиями навык послушания, послушание в отцовском доме готовило Иисуса как личность. Вы понимаете, о чем я говорю? Бибель говорит, что Он подчинил Себя закону. Он законодатель, Он подчинил Себя этим законом. И Он добровольно это сделал. Его никто не сгибал, Его никто не заставлял. Он Сам добровольно. Его никто не угнетал. Он Сам. Бибель говорит, что Он Сам смирил Себя и подчинил воле Божьей. И пройдя вот этот путь послушания, Он подчинился и имел способность зайти на крест и принести достойную жертву. Аминь. Я хочу, чтобы сегодня поняли, что послушание это не что-то такое низкое. Послушание это не что-то такое позорное. Послушание это большое богатство, друзья. Послушание это богатство. Послушание это путь к славе. Послушание это смирение. Послушание это путь к победе. Это путь к благословениям. Что Библия говорит? Что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным, то есть послушным людям. В мире смирение непочетно. Божья благодать все равно принадлежит только смиренным. Дьявол хотел сесть на престол при помощи бунта, при помощи неподчинения. Иисус унизил себя, смирился себя, и послушен был отцу, и отец вознес его на престол рядом с собой. То, что дьявол хотел добиться при помощи бунта, непослушания, гордости, Бог через послушание и смирение посадил Иисуса на престол рядом с собою. То, что Адам с Евой хотели быть как боги через непослушание, церковь Иисуса Христа через послушание сядет рядом с Иисусом на престоле. Аминь. Церковь Иисуса Христа. Послушайте, Библия говорит в притчах, что падению предшествует что? Гордость. А славе предшествует что? Смирение. Вы знаете все наизусть. Я не знаю, сколько наизусть. Спасибо. Если вы хотите обладать Божьей силой и вы хотите иметь Божью благодать, путь к ней лежит только через послушание. Бог дает свою благодать смиренным и послушным. Везде. В бизнесе, на работах. Везде нужны люди послушные. Не правда ли? Мы с вами принадлежим кому? Божьему царству. В царстве есть определенные условия. В Божьем царстве есть хозяин, есть царь. И он установил определенные законы для своего царства. Заповеди, законы. Для чего? Для того, чтобы мы их соблюдали. Для того, чтобы мы имели благословенную жизнь на этой земле. И поскольку мы однажды давали обещание, что мы не должны быть теми, которые должны не выполнять условия этого царства, мы должны быть теми, которые будут выполнять условия этого царства. Послушание. Без послушания мы даже не узнаем, не сможем узнать, какие же эти условия этого царства. Надо хотя бы проявить какое-то послушание, чтобы узнать, Господи, что же ты от меня хочешь? Какие условия у тебя? Что ты ожидаешь от меня? Ну, представьте себе хозяин на работе. Вот он берет вас на работу. И вот вы приходите, работаете там неделю, месяц, два. И вы делаете то, что вам хочется делать. Вы не хотели бы узнать, что хозяин от вас хочет? Вы бы не хотели поинтересоваться, что он ожидает от тебя на этой работе? Что работодатель ждет от вас каждый день? Какие условия вы должны выполнять? Вы не хотите этого знать? Ну, представьте себе компанию, там работает много людей. И вот все приходят и делают то, что они считают нужным, то, что им хочется. Вот по настроению, так скажем. И вот приходит один, и у него настроение, я буду копать яму впереди здания, потому что я там посажу дерево. вроде как хорошее дело, слушай, нормально, сидит себе, копает, потеет, работает. Другой приходит, говорит, слушай, у меня такое настроение, я, наверное, сегодня буду красить стены. И начинает красить стены. Классно, всем надо, чтобы было чисто, красиво. Другой приходит, говорит, слушай, у меня такое веселое настроение, я буду ходить по всем офисам и рассказывать анекдоты. Классно? Четвертый приходит, говорит, а я, четвертый приходит, он вообще опоздал на полдня. Сразу пришел на кухню за чашкой кофе и не дожидаясь окончания рабочего дня ушел с половины. Как вы думаете, вот такое отношение, как долго этот хозяин будет держать нас на этих работах? Вы не хотите узнать, какая есть воля Божия для вас? Так вот, всем хозяинам, боссам нравится, что вот они спросят вас, сделай вот это. Сказал, есть босс, буду делать. Бросай это срочно и вот делай это и до конца рабочего дня, чтобы это было готово. Хорошо, будет сделано. Бросай это, делай то. Босс сказал мне, срочно нужно сделать вот это. Сделал. Другими словами, везде нужны люди послушные, а Божьем Царстве тем более, потому что как в итоге это может повлиять еще и на нашу вечность, на нашу вечную жизнь. Если Бог не будет давать благодати власть, что, как мы вообще войдем в Царствие Небесное, Он даст благодать только послушным и смиренным людям. Аминь. где мы еще учимся послушанию, друзья? Первое, конечно, мы учимся дома. Это место, где мы учимся послушанию с самого детства. Второе место, где мы учимся послушанию, это в школах, это в скулбасах. Без послушания, слушайте, ты даже не дойдешь до этой школы. Я вот помню, наши дети и соседи рядом, они вроде как семестр начался школьный, и скулбас приезжает, и все заходят в бас. Ну, они поехали несколько раз, и смотрю, дети наших соседей уже не едут в скулбасе. Почему? Потому что их выставили за непослушание. И это на целый год, слушайте, на весь семестр. Представляете, этой маме какое страдание. Это надо их рано утром усиживать в эту машину, в трафике, может быть, отказаться перенести свой график работы. Есть определенные неудобства непослушания. Другое место, где мы учимся послушанию. Кефесянам написано в 4 главе с 11 по 13 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых надело служение для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Друзья, еще место, где мы учимся послушанию, это здесь, в церкви. Поэтому я и начал эту проповедь с тем, что, друзья, хорошо, что мы здесь, потому что слово, оно имеет силу, оно тщетно не возвращается, оно обязательно что-то изменит в нас, потому что оно, это слово, поступает к нам в сердце. Оно как меч, да, обоюдоостров. Бог поставил авторитетов в церкви, друзья, не правда ли? Не важно, что они делают, я понимаю, может, я не согласен с ними, я, может быть, часто не согласен с ними, я не вижу, что они делают это правильно, но я, Господи, выполняю Твое слово, я слушаюсь Твоему слову, потому что я хочу добрые дни. Благословение, послушание это огромное богатство в жизни человека и благословение служителей, родителей, учителей, отца и мамы, это тоже очень важно. Смотрите, однажды, когда Исаак хотел благословить Исава, то он сказал, что иди поймай мне дичь, да, принеси, я поем, потом я благословлю. Вы не думали, зачем все вот это вот такая долгая процедура иди поймай дичь, там, приготовь, я поем. Нельзя ли было просто благословить и все? Зачем все вот это нужно? Знаете, чтобы расположить отца, чтобы расположить его сердце. И это настолько важно, и он будет иметь хорошее настроение, у него будут хорошие чувства, и это расположит его, и благословит его как можно лучше. То есть, нужно еще иметь хорошее настроение, чтобы благословлять, не правда ли? Послушайте, многие молодые люди в своем детстве зарабатывают много проклятий от своих родителей. Почему? От непослушания. Потому что они очень часто портят настроение своим родителям. И мама или папа говорит им плохие слова вслед, когда они хлопают дверьми. Когда они непослушны, они скажут что-то ненужное, и это есть проклятие в их жизнь. И приходит день вашего бракосочетания, и родители настолько счастливы, и настолько довольны вами. Да? Если вы будете послушны, когда придет этот день, с этих родителей не надо будет выдавливать эти благословения. Они будут думать, а как же еще больше его благословить? А что же еще дать им? А как же еще их благословить? Настолько сердце располагается послушанием. Послушанием. Почитается аймать. И когда будет день благословения, родители не будут выжимать по капочке. Как же еще благословить? Поэтому послушные люди, они собирают себе благословение до того, как они собирают благословение в сердце у отца и у мамы. Номер один. Зачем нам все это? Это огромное богатство. Номер два. Это что? Это благословение. Послушание это также открытые двери Божьей благодати. Если до сегодняшнего дня, друзья, кто-то еще был непослушным. Библия советует нам просить прощения и покаяться у тех родителей. Послушание и смирение это два добродетели, которые очень тесно переплетены друг с другом. Послушание Богу это благословение, почтение, послушание его заповедей. Но вот еще гордость. Как она мешает сильно быть послушным? Гордость и смирение. Два таких далеко друг от друга берега. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я думаю, что каждый из нас желает от Бога благодать. Аминь. Почему? Потому что есть то средство, это единственное средство, которое мы спасаемся. Это единственное средство, через которое я получаю что-то от Господа. Это только от Божьей благодати. Нет другого пути, друзья. Нет другого. Так вот, что Бог говорит, смиренным людям Он дает благодать. Только смиренным людям. А гордым противится. Бог воюет с гордыми людьми. И Бог ничего не может дать гордым людям. Смирение или послушание? Смирение в библейском понимании есть послушание. Послушание идет на уступки ради мира с нашими близкими, с нашими окружающими. Смирение, послушание, оно не раздражается, оно не реагирует на то, что делают другие. Оно спокойно, когда нас недостойно унижает. Смирение это не слабость, а это духовная сила. Чтобы тебе не ответить грубостью на грубость, надо иметь послушание. Это есть великое благословение, в котором нуждаются христиане, особенно в последнем времени. Это одно из величайших привилегий, имея который в нашей жизни, сможем получить что-то и очень много от Господа. И когда мы не имеем это в нас, тогда приходит очень много проблем в нашей жизни. Послушание формирует нас. Послушание дает благословение. Послушание открывает двери Божьей благодати. Я верю, что Бог сегодня хочет, чтобы мы ходили с вами в послушание. Аминь. не в гордости. Гордость не допускает послушания рядом. Гордость смотрит свысока. На брата, на сестру. Господи, прости нам, сокруши гордость в нашем сердце. Смирение это послушание Богу. Я смиряю, во-первых, мое сердце перед Богом, несмотря на то, как мне так сильно это не хочется, как мне это неприятно. Это мне представляет такие неудобства. Это хуже, чем дома без кондиционера. И когда я смиряюсь, я говорю, Господи, какая Твоя воля в моей жизни? Я хочу исполнить, Господи, Твою волю. Господи, какая Твоя воля? И Он говорит, люби свою жену. Люби свою жену. Вот какая моя воля в Твоей жизни. Господи, ну она же такая. Вот если бы она была вот такая, я бы еще как-нибудь бы еще... Люби свою жену. Послушайся, что я Тебе говорю. Будет благословение в Твоей жизни. И когда жена приходит и говорит, Господи, я хочу исполнить Твою волю. Господи, какая Твоя воля в моей жизни? И Бог говорит, повинуйся мужу своему. Повинуйся ему, как Господу. Господи, ну ты что, ну если бы он был еще чуть-чуть умнее, а может быть еще там по-другому, но еще как-то... А он такой грубый. Повинуйся своему мужу. Повинуйся. Это я заповедовал. это я устрояю законы, не ты. Повинуйся. Будет благословение Твоей жизни. И когда ты выходишь на дорогу, и говорит, Господи, еду на работу, Господи, ну что ты хочешь от меня, чтобы едть по спид-лимиту, соблюдай знаки на дорогах. Господи, ну что это за заповеди такие? Я делаю это не потому, что люди или кто-то делает правильно. Я делаю это, потому что Бог сказал. И когда я это не делаю, это приходят проблемы в моей жизни. Повинуйся. Послушание еще не ищет своего. Знаете, но с другой стороны думаешь, Господи, если я все это буду делать, они же мне на шею сядут. Смирись предо мною, и я вознесу тебя. Поверь в действующее слово мое. И когда Иисус, Иисуса били, Он не смирял себя перед людьми, Он смирял себя пред Богом. Он смирял себя пред Богом. Я выполняю волю Отца. И когда я это делаю, я смиряюсь пред Богом, Бог поднимает на свои высоты. Чтобы быть смиренным, нужно быть мужественным и смелым, послушным. теперь все это происходит, когда, знаете, без Святого Духа внутри нас это будут одноразовые попытки послушания, это будут одноразовые какие-то старания, и они не будут постоянны. Зачем послушание нужно постоянству? Я приведу вот такой маленький пример списания, который вы все знаете, когда Бог пришел к Аврааму и сказал принеси мне в жертву самое дорогое, что у тебя есть, принеси мне в жертву твоего сына, любимого Исаака. И Авраам послушался, он взял все, что нужно и пошел на гору. И представляете, если бы он не послушался в тот раз, когда Бог говорил, подожди, не делай этого. Нам нужно постоянство в послушании. Халлилуйя. Я много чего не понимаю, я много чего не знаю. Я знаю, что Божьи законы работают в нашей жизни. Нам трудно понять сегодня, нам трудно увидеть, как же это все происходит. Однако Божьи законы, они работают. Кому нужно сегодня послушание? Тут есть такие, которым нужно послушание? Или таких здесь нет? Многие церкви ищут детство. Знаете, это так просто. Прими брата своего. Прими сестру свою. Не суди. прими их. Как ты прощаешь их, так и я тебя прощу. Как ты милуешь, так и я тебя буду миловать. Слушай всегда мое слово. Хочешь быть милован, милуй. Господи, помоги нам сегодня, чтобы вот это слово не только оно было услышано. Знаете, говорят, что Слово Божье если ты сказал, это еще не обязательно, что его услышали. А если его услышали, это не обязательно, что они его приняли. А если его приняли, это не значит, что еще будут так делать. Так я хочу, чтобы это слово растворилось. Кажется, что Слово Божье от самого престола благодати приходит. И кажется, вот оно сейчас будет так приниматься легко, потому что это же хлеб. Это не совсем так. Когда истина звучит, обязательно что-то в нас сжимается, обязательно что-то нам не хочется. И Бог это тоже понимает. поэтому пусть Дух Святой сегодня, если кто-то будет играть, нет, да, это окей, то если Дух Святой сегодня касался вас, касался вашего сердца, пусть он произведет работу в каждом из нас. Господи, мне очень нужно сегодня послушание, мне нужно сегодня смирение. Я хочу смириться перед Тобой, я хочу выполнить волю Твою. Господи, если мы все здесь христиане и мы все стремимся на небеса, Господи, помоги нам, чтобы мы Твое Слово исполнили. Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя. Возьмите молитву, молитесь Господу. Я думаю, что у всех сегодня есть что сказать нашему Господу. Каждому есть сегодня что попросить. Господи, мы несовершенны. Мы даже не знаем, Господи, что без Тебя мы могли бы. Мы знаем, кто мы без Тебя, Господи. Но мы надеемся, что Ты в нас, Господи, что Ты в нашем сердце, Господи, сегодня касаешься нас. Ты сегодня коснулся наших семей, Господи. Самое драгоценное, что у Тебя есть. Аллилуйя. Возьмите молитву, молитесь. Если у кого-то есть на сердце, подойди к брату или сестру, попросить прощения. Делайте это. Если ты растешь не послушанию своих родителей, Библия советует нам, чтобы мы покаялись перед родителями и почитали их. Будет большое благословение в твоей жизни. Большое богатство. Не можешь сегодня увидеть это, потому что не видел того глаз и не слышала того уха, что Господь приготовил любящим Его, послушным Его. Господи, Ты помоги нам сегодня, чтобы мы хоть чуточку изменили. Я каюсь сегодня, Господи, перед теми, перед которыми я возвышался, Господи. Я каюсь, Господи, перед теми, которых я унижал. Господи, прости меня. Аллилуйя. Я каюсь, Господи, за то, что я не был послушан родителям, дерзко отвечал. Господи, прости меня. Господи, сокруши мою гордость. Прости мое высокомерие, Господи. Прости, что я не почитал отца и мать. Прости меня, Господи, я преклоняюсь перед Тобой, Господи. Господи, прости меня, что я не преклонялся перед сединой, Господи. Господи, прости мое превозношение перед братом, перед сестрой. Прости, что я не был долго послушан, не был послушан Твоему Слову. Господи, я прошу Тебя за всех здесь, в этой церкви, за тех, которые нас слушают онлайн. Если Ты сегодня нашел что-то для себя, пусть это растворится в Твоем сердце. Пусть Господь благословит и изменит Твою жизнь, изменит Твои отношения, изменит Твои отношения в семье, с Твоей женой, с Твоим мужем, с Твоими детьми, в церкви. Бог поставил авторитетов для нас. Господи, Ты помоги нам, чтобы мы почитали эти авторитеты, что мы выполняли Твое Слово, так как Ты нам заповедовал, Господи. Как бы это нам трудно не было, Господи, наполни нас Духом Святым, чтобы, Господи, мы могли вместе с Тобой, Господь, осилить это, как бы нам трудно не было и тяжело, Господи, я знаю, что нет ничего невозможного, Господи, все могу я в укрепляющем меня, Иисусе Христе. Аллилуйя. Учь наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости долги наши, так как мы прощаем дожникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Амин. Присаживайтесь, друзья. Спасибо, Игорь, за слово. Я хочу сделать пару объявлений, потом пригласить сюда людей. Первое объявление, которое я бы хотел сделать, это 21 июля, а это будет воскресенье, с 6 до 8 вечера. Это будет, мы открываем женское служение, все женщины, девчонки вы приглашены, также подростки, мамы, берите своих девочек. Это будет специально в воскресенье вечером, чтобы мужья могли смотреть детей, помогать, отпустить своих жен. Наша цель, мы будем учить о вере, мы будем помогать женщинам, будут хорошие у нас спикеры, или кто будет говорить слово. Так что, я бы все просил, запишите, мы также будем в фойе записывать имена, кто сможет приехать на это служение, чтобы мы могли подготовиться. Так что, еще раз прошу всех, запишите, 21 июля, значит, 6 до 8 вечера, это будет воскресенье для всех женщин и девчонок. Также мы целый месяц ждали, и сегодня день наступил, у кого день рождения было в июне, я бы хотел вас пригласить сюда, чтобы мы за вас помолились, так что, если есть такие люди, у кого был день рождения в июне, подойдите сюда возле меня. Подходите смело. я бы хотел, чтобы брат Виктор пошел сюда, давайте мы все встанем, мы сделаем две молитвы, первую молитву мы благословим наших, кто имел день рождения, если есть тут родители, жены, друзья, подходите, будем молиться за наших, благословлять, так что подходите, подходите, я подожду чуть-чуть, подходите, будем благословлять какой день рождения. Сережа, подходи, будешь же жену молиться, благословлять тебя, не стоит, давай, подходите, молитесь за своих, давай, не стесняйтесь, я буду вызывать, да, если есть служителя, подойдите, или я, подойдите, брата Николая, благослови меня, еще есть там пару людей, за кого можно помолиться, давайте, благословим, благословим людей, я брата Виктора попрошу, благословить их, наш небесный Господь, наш небесный Отец, в этот день мы благодарим Тебя со всеми, кто праздновал в этом месяце день рождения, этот год ушел, многое было сделано, а многое и не сделано, Господь, мы благодарим Тебя, что очи Твои видели каждый день нашей жизни, и вместе с нашими друзьями, братьями и сестрами, мы благодарим Тебя, что каждый день, который Ты дал в нашу жизнь, да будет он приятен Тебе, мы благодарим Тебя, что этот год, который прошел, он приблизил нас к вечности, слава Тебе, дай нам быть верными Тебе, помоги, Господь, быть послушными Тебе, слово, которое и слышали сегодня, Господь, оно коснулось каждого из нас, и особенно оно причастно нам всем, чтобы быть послушными друг другу, послушными Тебе, детям быть послушными, родителям, мужьям и женам быть послушными друг другу, а более всего, помоги нам быть послушными Тебе, доверять Тебе нашу жизнь, и вместе с Давидом сказать, что Ты, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, да покоишь Ты меня на злашных пажитях, и если пойду до длинной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня, Аллилуйя Тебе, Господь, пусть эта молитва будет услышана нами, и мы благодарим Тебя, что Ты Бог, на Которого мы надеемся, Господь, помоги нам всем, чтобы наши уста были Твоими устами, помоги, чтобы наши очи были Твоими глазами, видеть нуждающихся и быть людьми, о Которым Ты сказал, избрал особенный народ, ревностный, к добрым делам, помоги нам в этом, помоги нам быть жертвенными, помоги нам быть теми руками, которые могут быть годными для даяния, помоги нам быть ногами Твоими, Господь, идти туда, где Ты нас зовешь, Господь, это мы просим, я благословляю каждого из нас, младших, старших, в преклонных годах, Господь, помоги нам быть плодовитыми и сочными, потому что за каждый день мы дадим Тебе отчет, Аллилуйя Тебе, Господь, Дух Святой, помоги нам в этом, помоги, мы сами не сможем, поэтому мы просим Тебя с нашими детьми, с нашими внуками, с нашими близкими, друзьями, и церковь, благословляя всех, вышедших сюда наперед, мы благословляем их начинать этот день с чистого листа, начинать, чтобы в этом, в этом каждом дне мы видели и продолжали видеть руку Твою, Господь, мы благословляем именем Твоим и просим Тебя, благослови всех крепким здоровьем, в этом нуждаемся мы все, но мы знаем, Господь, когда Ты даже что-то делаешь не так, как мы хочем, это только для того, чтобы мы научились принимать от Тебя и научились исполнять Твою волю, да будет Твоя воля, да будет милость Твоя и мир Твой, и очи Твои, Господь, да презрят на каждого из нас, и Ты, Господь, скажи нашему сердцу мир во имя Иисуса Христа, аминь. Спасибо, и поприветствуем их, всех поздравим их, следующее, я хотел бы выразить благодарность от семьи Батажан, у них была свадьба их сына Дениса в Монтане, Господь очень сильно благословил, та церковь также передавала нам привет, вот мы его принимаем, и давайте мы встанем и сделаем последнюю молитву, если у кого-то есть нужды, поднимите, мы помолимся за ваши нужды, если есть, поднимите, нету сегодня нужда, или есть? Благодарность есть. Благодарность есть. Кого есть в благодарности еще? Многие благодарности, слава Богу. Да, значит, молитва завтра на 7.30 вечером будет тут молитва, всех приглашаем. Я бы хотел так же, чтобы мы сделали эту неделю, которая будет, это будет неделя, праздновать вся Америка свободу нашей страны. И я бы хотел, чтобы мы совершили молитву за нашего президента, за нашу страну, чтобы Бог дальше посылал мудрость свою, чтобы Бог назад в нашу страну вернул свою праведность, чистоту, чтобы Дух Божий был на этой стране, над нашим президентом, чтобы Бог его охранял, что будет обратно в выборы в следующем году, чтобы народ Божий, он не спал, чтобы мы не были пассивные, чтобы мы молились за нашего правительства, не осуждали его, а молились, написано, благословляйте правительство ваше, и будем молиться за нашу страну, написано, молитесь, чтобы продолжался мир, где мы живем. Так что давайте мы просто сейчас, помолимся, и я бы хотел, чтобы мы реально помолились, иногда такое чувство, что мы стесняемся молиться вслух, мы находимся в церкви, мы находимся возле своих друзей, возле людей, которые мы знаем, а почему-то мы боимся молиться и провозглашать, как будто у нас веры нету, что Бог есть. Если мы стыдимся молиться в Доме Божьем, который называется, начнется Домом молитвы, как мы будем вести эту весть за дверями церкви, если у нас тут стоит, что у нас там будет, когда мы будем встречаться с людьми, которые не знают Бога, которые не знают нас, которые мы их не знаем, а мы должны твердо стоять, мы должны с верой, мы должны громко провозглашать. Множество с Писанием, мы видим, написано, что просто громко, с восклицанием, что вопияли, что просто провозглашали, и мы должны с верой, мы должны эту веру иметь, мы должны провозгласить над этой страной, над нашим президентом, мы должны провозгласить, просто, что Бог, Он заступался за нашу страну, что Бог охранял нас, чтобы Бог посылал дальше мир свой на эту землю, чтобы мудрость приходила нашему правительству свыше. Так что я просто всех вдохновляю. Давайте мы просто будем молиться сейчас, помолимся. Потому что это наше будущее, это наше будущее наших детей, это будущее наших законов. И эти законы, они могут или быть, как в некоторых штатах, как сейчас в Калифорнии, где принимаются законы, люди голосуют против законов, а государство, суд просто опровергает все, что люди голосуют. Они ставят такие законы, что просто ты детей своих послал в школу, им прививки дали без родителей. Они объявили и сказали, что ваши дети, они больше не ваши дети, вы просто facilitator. Facilitator это как, вы просто человек, который их держите дома. Вы им даете питание, вы им даете крышу, а дети, говорит, наши, государственные. Мы их будем учить, мы их будем, вы не имеете права отказываться, что они могут учить, что они не могут учить. Это все наше тебе право. И это просто дьявол, потому что дьявол понимает, что он вас уже не сломит. А детей ваших он может сломить, он может их разбить, их неверо, он может промыть им мозги. И потом мы начинаем молиться, когда уже проблемы приходят, когда уже с ребенком проблемы, когда он уже в наркомании, когда у него депрессия. Сейчас очень много детей, они страдают от депрессии. Даже в 13-12 лет дети говорят о самоубийстве. Это очень сейчас распространено. Это не какие-то там, это очень большие цифры. 85% всех детей, которые выходят в церкви, сейчас колледжес, они стоят атеистами. 85%. А потом мы начинаем молиться. А надо сейчас, сейчас надо молиться, надо сейчас вопиять, сейчас надо провозиться, сейчас надо действовать, сейчас нужно влаживать в наших детей. Сейчас мы должны промаливать наших детей, мы должны промаливать нашу страну, промаливать наше государство, промаливать наши школы, промаливать наших учителей, куда мы сдаем наших детей. Потому что когда уже они ушли от Бога Тогда уже поздно Можешь молиться Да, Господь являет свою милость Но зачем, чтобы ребенок И вообще будущее наше должно падать в грязь А потом Бог должен поднимать Почему они не могут те, которые выходят отсюда Полной силой и веры И потом идут и вытаскивают других, которые упали Нам не нужно ждать этого Нам нужно сегодня закладывать Промаливать наших детей Чтобы они вырастали воинами Божьими Которые были исполнены силой этого духа Которые будут исполнены И идти без всякого стяда и страха Провозглашать, что Бог наш Он сильный, истинный Бог Бог, который движется Бог, который исцеляет Бог, который освобождает У них никакого сомнения не будет Когда он придет в колледж Ему в колледже учатся профессора Которые говорят, если ты зашел христианином Ты выйдешь у меня атеистом А у них даже не будет сомнения Что Бог есть Никакой их атеист не сломит Они не будут статистикой 85% Они будут те 15% Которые будут наполнены силой Силой духа И будут ходить других спасать Так что давайте, церковь Просто начнем молиться Будем молиться Просто молитесь Я просто Давайте несколько минут возьмем Будем молиться Молиться Поехали 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 Господь, мы стоим сегодня на этом месте Господь, мы взываем Твоем имени Господь Мы взываем о милости Твоей, Господь Над нашей страной Мы взываем милости Твоей, Боже Над нашим будущим Над нашими детьми, Боже Над нашим правительством Господь, мы во имя Иисуса Христа Мы, Боже, разрушаем всякие стены Всякие дьяволские замыслы Разрушат христианство Мы стоим против Духа Антихриста Который, Господь, пробует разрушить Всякую веру во имя Иисуса Христа Мы стоим против Духа Антихриста Который, Боже, просто промывает мозги Нашим, Боже, новому поколению 85% Которые уходят Тебя и не верят Тебя Мы стоим во имя Иисуса Христа И всякий Дух, который, Господь За этим связом мы разрушаем И мнимним Иисуса Христа И мы просим Тебя, Господь Пусть Дух Святой, Боже, наполняет сердца наших детей Пусть Дух Святой наполняет сердца нашей молодежи Нашего нового поколения Дух Святой Работай в их сердцах Оживи, Господь, нас Оживи нас, как церковь Чтобы мы были та соль Которая имеет, Боже, силу Силу, Боже Правостоять против всякой злобы поднебесной Господь, во имя Иисуса Мы молимся за нашего президента сейчас Мы молимся, чтобы Твоя мудрость была на нем Твоя мудрость с неба была на нем Во имя Иисуса Мы просим Твоих ангелов Пусть их охраняет его Пусть охраняет его семью Боже, благослови нашу страну Пусть будет мир продолжаться на нашей земле Мы во имя Иисуса Молимся, Господь Храни нас от всякой войны Храни от всякого бедствия Храни от всякого голода Во имя Иисуса Христа Мы просим, пусть Твоя благодать продолжается изливаться на нашу землю. Во имя Иисуса, Господь, мы молимся за каждого служителя в нашей церкви. Пусть силы Святого Духа используют их, наполняют их. Боже, посылай нам Твое Слово, посылай наш Твою силу, укрепи нас как родителей, Боже, передать Твою веру, передать веру истину, Господь. Помоги, дай нам силы, дай нам Слово, Господь, чтобы когда мы говорили нашим детям, что Боже, Твое Слово передавалось им, и чтобы оно было как семя, которое попало на добрую почву и произвело плод во имя Иисуса Христа. И, Господь, мы славим Тебя, мы славим Тебя за все чудеса, которые Ты делаешь. Мы славим, Боже, все благодарности, которые сегодня выражаются в этом месте. Мы воздаем Тебе всю славу, всю честь, все величие, все покладение Тебя Царю Царей. Слава Тебе, Господь, ибо Ты есть Бог, Который, Боже, Ты полный милости, Ты полный благодати, Ты, Господь, не перестаешь действовать в нашей жизни. Ты не перестаешь посылать Свои милости, чудеса и знамения. И мы славим Тебя за это, Господь. И мы молимся, Господь, больше и больше молимся, особенно за наших учителей, которых мы посылаем наших детей в школы. Мы молимся, Господь, чтобы Дух Святой, чтобы Он, Боже, очищал наши школы, чтобы Он посылал, Боже, богобоязненных людей, которые не будут сеять, Боже, семя, Боже, атеизма, но которые будут сеять семя, что есть истинный Бог, что есть Бог живой, Бог, который существует, который вчера, сегодня и вовек тот же, Бог, который дает нам милость, который прости нас, Господь во имя Иисуса. Мы благословляем наше государство принимать правильные решения, принимать правильные законы, принимать правильные, Божьи, решения в наших школах, в наших заведениях, в университетах. Господь, во имя Иисуса Христа Мы просим Тебя, Господь, Ты будь поводитель наш, учи нас, наставляй нас, Дух Святой. И мы славим Тебя и возвеличаем Тебя за все, что Ты сделал в нашей жизни. Хвала и величие, и поклоняй Тебя Царю Царей, Богу Великому. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение святой. Все имя нами. Аминь. Все смиро.